30 марта на базе Казанского федерального университета состоялся ежегодный всероссийский круглый стол цифровизация приемной кампании 2023, автоматизация управления учебным процессом ВУЗа с учетом изменения законодательств Российской Федерации. У нас есть два документа, которые устанавливают особенности приема на обучение по программам высшего образования. Я их пока обозначаю как проекты. Документы эти пока не вышли. Это особенности приема отдельных категорий граждан, что связано также с ситуацией принятия в Российскую Федерацию новых субъектов, но и не только. С прибытием граждан Российской Федерации из-за рубежа в Российскую Федерацию с утратой возможности обучаться за рубежом в связи с недружественными действиями, вот аналогичное тому, что было постановление правительства в прошлом году. Вот такие два документа у нас еще планируются. Семинар прошел для секретарей и сотрудников приемных комиссий, руководителей подразделений, вовлеченных в процесс приема абитуриентов. Участникам представилась уникальная возможность в очном формате обсудить со спикерами и коллегами из ВУЗов России актуальные вопросы и обменяться опытом успешных практик. В рамках семинара были озвучены нововведения приемной кампании этого года. Так, например, документы подаются на все формы обучения одновременно. Также утвердили положение о функционировании суперсервиса – поступление в ВУЗ онлайн. Документы ВУЗ будут подавать через единый портал государственных услуг. Это не нововведение, однако теперь не придется заверять копию нотариально, если учетная запись ребенка подтверждена, а документы зарегистрированы в электронных информационных системах. Также теперь от абитуриентов не потребуется согласие о зачислении, а именно оно зачастую вызывало трудности. Однако такой плюс получили лишь бюджетники. Студентам контрактной формы все-таки придется его подписывать. Диана Калимулина, Универньюз.